Итак, уважаемые коллеги, начинаем от 3-9 после матча с 1-2 файла. И слово для анализа матча представляется главным тренером гостей, полгода Ильич Кузьминского. Начало матча сложилось неудачно для нас. Вышли, с чем связано, может быть, то, что не совсем привычно, мы играли впервые в этом сезоне на искусственном газоне. Возможно, где-то сказался немножко такая вальяжность лидер из команды, которая занимает. Замыкают турнир, но это, блин, слушай, я предупреждал, ребят, что команда будет стараться, команда будет играть в футбол, что, собственно, я показал. И начало матча обескураживало. Прогущенный гол, и у Асенала был еще момент. Хороший подход к воротам. Он мог быть совсем плачайным. Ну, затем пытались взять иглу под свой контроль. Играли с преимуществом территориально, игровым. Но вот эта нервозность сказалась, и очень много было брака в передачах. В браках передачи скоростные атаки, собственно, одна. Она прошла в первом тайме, с которой забили мы мяч. Атак были полумоменты у Сушкина, у Бирюкова, которые должны были заканчиваться взятием ворот. Ну, это не следствие нашего, наявлено какие-то комбинации, а стечение обстоятельств, там, отскок, рикошет, все. Ну, а второй тайм удачный забитый мяч на первых минутах, то, что случилось в первом тайме в нашем городе. И удачная замена. Считаю, что Саша Половин по первому тайму немножко в центральной зоне здесь выпал. У нас, этому есть объяснение, он очень долго болел. Одна инфекция, вторая инфекционная заболеваемость, и все. Поэтому не совсем готовым оказался. Но в силу того, пришлось делать перестановки, что у нас кадровые отошли. Проплывы в этой зоне, у нас два центра, как его защитника, Бикета и Киреева травмированы. Поэтому пришлось вынуждать на замену. И после перестановки сюда мы сместили Турика в центральную зону. Здесь мяч стал больше держаться. И удачный выход. Альша, третий мяч, собственно, уже, я скажу, что, наверное, предопределил судьбу матча. Дальше было постаново дело техники. Благодарен команде Тула за корректную игру, за то, что ребята стараются. И играют в футбол на том уровне, на который они сегодня готовы. Желаю им дальнейших успехов. Что, два раза так тайного. Хотя, наверное, Пакет все равно имел преимущество. Даже в первом камере. Но, тем не менее, в общем, ребята выполняли установку. Как было продолжение игры с Арсеналом. Точно так же. Первый момент в заберете. Со второго заберем. Еще были моменты, кстати, для взятия. И строго играли в барроле. Но, к сожалению, к сожалению, не хватило того, чтобы пропустили. Хотелось бы, конечно, перерыхать им с положительным результатом. И не могли бы его увести. Но во втором тайме, к сожалению, очень быстро пропустили. Причем с такой легкостью. Даже непонятно, я сейчас задавал там вопрос. Почему там все случилось? Еще время для анализа. Но само по себе, как бы, проиграть Пакет не так страшно. Другое дело, что таким ошибкам допускаем. И зачем мы эти мячи пропускаем. Это совсем не рады момента. Поэтому вот эти два разных тайма. Второй тайм субъемник полностью проиграли. Приколоса по вопросам. Владимир Владимирович, если сравнивать с матчем с Арсеналом, то что получилось с Арсеналом и не получилось с Силой? Есть ли какие-то моменты? Ну, с Арсеналом мы не пропустили. То есть мы практически там, ну, я не знаю, был там, может быть, пол момента. Ничего не дали сделать. Ну, понятно, что там, я уже отмечал, что это, может быть, какая-то недонастроенность еще что-то. Но, тем не менее, всякая-то команда примерления. И мотивация там, в данном случае, на тайм хватило. Мы заранее товарищи, которые пытались играть. Не могу сказать, что здесь какое-то недовосстановление. Ну, факел нас, во-первых, переиграл. Что касается, я факел сказал, что доставок центральной подлощейки, то у нас по такому блоку тоже 17 человек. То есть у нас перед тренировкой, перед игрой еще 6 человек бедные готовятся к следующему матчу. Еще вопрос, Миронович, после того, как Саши и Даши сразу не было мыслятся? Была мысля такая. Была мысля такая. Ну, понимаете, одно дело, второй тайм, там все-таки молодежь играла, да, в основном. Вот они сами по себе эти моменты создавались. Я искорил из того, что тут же Явашов собирал на ноль. И поэтому доверил ему местным. Потом он достаточно неплохо все-таки играет на выход. Но, к сожалению, он сегодня во втором тайме у нас не был выше. Я бы даже создавал свои мячи в пустыне. Те, которые он не должен был пропускать. Это как-то на перспективах отразился его в дальнейшем. По поводу Лейкина? Да. Да вы поймите, мне бы хотелось, чтобы Саша и Александр играл в ворот. Хотелось бы. Но у нас вот этот регламент, это значит, что два в поле будут играть. И четыре на скамейке будут сидеть. Представляете? Понятно, что хотелось, чтобы Лейбин играл. Он всегда был в стартовом составе. На спорах он первым номером выступал. То есть они играли как-то, но он начинал, по крайней мере. Вопросы еще? В общем, бой у себя, субтитры? Нет, бой у травмы. Бой у травмы. Поэтому у нас и вперед некого Степанова отыграл. У нас, как он, субтитры отводил. Больше нет вопросов. Субтитры подогнал «Симон»!